В эти дни ходит множество анекдотов и шуток о том, что в период самоизоляции люди начинают от нечего делать, много есть. Например, одна девушка рассуждает, в этом году мне не нужно покупать себе новую одежду весной, она уже не пригодится, а летом неизвестно, какого размера я стану. Что-то вроде этого. Сестры Людмила и Мария смотрят на ситуацию иначе, а не занимаются физкультурой. Правда? Каждая по-своему. Я как женю с тобою, а ты скажешь таково. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Впрочем, у девушек и много общего. Например, пока не видят родители, желание ненадолго убежать за пределы двора и прокатиться с ветерком. Сходя кузо своей фанатейкой. Жители развилки Юлия Колесникова с сыновьями обустроили во дворе дома спортивную площадку и тоже с удовольствием занимаются физическими упражнениями. Школьники, уже привыкнув к новым методам ведения уроков, с удовольствием учатся, а учителя стараются как можно интереснее сделать онлайн-уроки. В гимназии, например, ИЗО проходит на немецком. А один из классов подготовил видеоролик в поддержку доктора Дениса Кривихина. В съемках ролика примели участие классный руководитель, ребята и их родители. Уверена, те добрые слова, сказанные доктору, могут быть адресованы всем врачам, которые в эти дни борются с коронавирусной инфекцией. Уважаемый Денис Вячеславович, вы сейчас находитесь на передовой медицинского фронта. Дядя Денис, спасибо, что вы нас лечите от гриппа, от коронавируса. Мы хотим поддержать папу наших друзей Полины и Матвея, доктора Дениса Кривихина и всех врачей в его лице. Ну а семья Чернышовых, с которой наши телезрители уже успели познакомиться в прошлом выпуске рубрики «Вместе дома» снова решили исполнить песню. Мелодия легко запоминается, так что подпевайте. Ра-ра-ра-ра, каждый день я жду, не дождусь воскресенья. Ра-ра-ра-ра, всю неделю один кефир, а все прочее воскресенье. Если вы хотите рассказать о своих интересных делах, присылайте видео к нам на почту видное-тв собакамайл.ру. И не забудьте указать телефон для связи. Вместе дома мы сможем многое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.